Мезуза Меня зовут Александр Цвисыпков И сегодня небольшой наш короткий урок будет посвящен мезузе Смотрите, в каждом еврейском доме должно быть на входе вот, вот должен быть такой предмет Он называется мезуза Обычно при входе, вот здесь у меня правая рука, он находится с правой стороны входа Пределан на дверном косяке и слегка наклонен внутрь комнаты Вот видите, как это все здесь сделано Он находится вот чуть выше, в верхней половине получается этого дверного косяка И слово мезуза, собственно говоря, со святого языка переводится как косяк, дверной косяк Что же это такое, мы сейчас рассмотрим Итак, продолжим Что же находится вот внутри этого футляра, загадочного футляра, который висит, установлен на дверном косяке у дома, у входа каждого еврея Там находится такой текст Этот текст, смотрите, вы видите, что он написан от руки Он написан черными чернилами И не знаю, как это видно или не видно, но этот материал называется пергамент То есть это не бумага, это пергамент, сделанный из кожи животного Сразу скажу, что это сделано из кожи кошерного животного То есть, например, баран, бык или может быть даже это какое-то лесное животное, например, кошерное лесное животное олень Это пергамент из кожи оленя Он немножко отличается вот от этого Но это, видимо, из кожи барана Он такой помягче, это вот немножко поплотнее Так вот, что же написано на этом пергаменте? На этом пергаменте написано два отрывка, которые мы читаем два раза в день Это два отрывка из Торы Шма Исраэль, молитва Шма Исраэль Слушай, Исраэль Ашем Илукейн, Ашем Ихат Ашем Бог наш, Ашем Единый И дальше идет два отрывка И возлюби Ашему Бога твоего всем сердцем твоим И второй отрывок это И будет, если будете вы послушны по велениям, которые я, то есть Ашем, даю вам сегодня Это слова Ашема И что же, смысл этого текста какой? Первое, это очень важная заповедь, которая дана всем евреям Это любить Всевышнего всем своим сердцем, всей своей душой и всей своими силами И дальше сам Всевышний говорит такую вещь Что пусть эти слова, которые я тебе заповедую Будут записаны, отложатся не только на сердце твоем И не только ты их научишь им, своих сыновей Но произноси их, сидя и вставая, то есть два раза в день, утром и вечером А также напиши их на косяках дома твоего Дверей дома твоего И вот в исполнении этих слов мы, подчиняясь воле Всевышнего Записываем эти слова Кладем в специальный футляр И футляр устанавливаем на входе в дом Вторая часть текста, который есть на Мезузе Гласит следующее Что если мы будем послушны и будем слушать волю Всевышнего То тогда он нам даст достаточно много благ Он говорит, что будет у тебя все виды урожая А если не будешь ты так поступать, наоборот, будут не идти наказания Так вот, смысл, какой смысл этой Мезузы Смысл Мезузы Когда человек заходит в помещение и видит при входе дома вот эту коробочку со свитком Он знает, какие слова в ней написаны И вспоминает о том, как важно любить Всевышнего и как выполнять Его заповеди Заповеди, изложенные в Торе И поэтому это обязательная заповедь Я вам сейчас расскажу ее детали Смотрите Дом, входная дверь дома должна обязательно иметь Мезузу Второе Любое, желая, это уже желательно Если есть у человека средства и позволяют То может он установить Мезузу на любой жилой комнате своего дома Что значит жилая комната своего дома Это спальня, то есть там, где он спит, проводит достаточно много времени Это кухня, где человек готовит Например, это гостиная, где он может тоже проводить какое-то время, общаться с семьей Здесь заниматься какими-то своими делами, личный кабинет Но есть у нас помещения в доме, которые не требуют установки Мезуза И даже нежелательно на них устанавливать эту Мезузу Это, например, ванная комната и туалет Ванная комната и туалет Это не то место, где человек живет Я надеюсь, что вот этот небольшой урок Он вам заинтересовал Если будет интерес больший, то я продолжу эту тему Спасибо и до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!